День на седьмом продолжает работу седьмого телеканала в студии. С вами Татьяна Милимко. Здравствуйте. Сегодня в гости к нам пришел Артем Рудометкин, глава организационного комитета проекта Social Project Awards. Это конкурс даже, можно сказать. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите о конкурсе, Артем. Конкурс Social Project Awards придуман и создан специально для того, чтобы показать, что в Украине у нас существует достаточно большое количество социальных проектов. И все эти люди делают и улучшают жизнь окружающих не ради каких-то вознаграждений, благодарностей. Они это делают по своему собственному призванию, по своему, скажем так, видению мира, восприятию. По своему пониманию, наверное, что все начинается именно с этого человека, с нас самих, правда? Потому что мы очень долго сидели и ждали, когда для нас кто-то что-то сделает. Мы, наверное, отчасти до сих пор сидим и ждем. Но появляется все больше людей, которые берут руль в свои руки и начинают двигаться вперед. И двигать вперед всю землю, вращать ее. И специально вот как раз для этого, чтобы показать, что этих людей много, и был создан этот конкурс. И одна из причин, в том числе, почему он был создан, потому что по собственному опыту знаю, общаюсь с другими ребятами, тоже с ними постоянно возникает эта проблема, когда раз в год минимум возникает мысль, а для кого это? Зачем я это делаю? Вообще, кому-то это надо или это надо только одному мне? Потому что очень часто, когда мы делаем какие-либо проекты, да, мы работаем с определенной целевой аудиторией, мы видим их глаза, мы видим, как меняется их жизнь, а что дальше? Ну вот они пришли, да, они получили какие-то знания, мы им помогли, а остальные? И кажется такое впечатление, что вот ты сделал для каких-то 10-15 человек и все. Все время в этом случае люблю приводить в пример антитабачную кампанию, когда она же ведь начиналась как обычное социальное движение, обычный, скажем так, общественный протест против того, чтобы курили в общественных местах. И эти ребята даже не знают там обо мне и об еще десятках, сотнях, тысячах людей, которые им благодарны, что могут находиться в общественных местах и там не курят. Но об этих людях мало кто знает. И вот чтобы показать этих людей, поддержать их и сказать, что мы вас знаем, мы вас ценим и... Мы готовы вас слушать и помогать вам, правда? Кроме того, общение, тоже какие-то связи, это очень важно, потому что если у тебя есть идея, и у тебя есть несколько единомышленников, то эта идея вполне вероятно намного быстрее реализуется, правда ведь? Конечно, и когда тебя поддерживают, как-то расправляются крылья, и хочется еще, еще, еще больше делать. Потому что очень часто сталкиваются со стеной непонимания и вопросами, зачем это тебе? Ты с этого что-то получаешь, зачем ты тогда это делаешь? Давайте произнесем это красивое слово «воодушевление». Воодушевление. Вот люди воодушевляются. Какие проекты вы считаете самыми действительно такими полезными, что ли, которые нужны Одессеитам и Украине в целом, которые тоже уже согласны принимать участие в конкурсе? Ой, на сегодняшний день у нас уже поддалось больше 100 проектов, уже около 110 проектов. Со всей Украины. И есть проекты, как какие-то маленькие местные проекты, так и более масштабные всеукраинского формата. Но при всем при этом, если так взять, то они важны, если это маленький проект, они важны для их локальной территории. Но для них это важный проект. Установить где-то лавочки, помогать пенсионерам, установить те же самые пандусы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли передвигаться, им было это удобно. И какой-то один проект выделить нельзя. Они все важны, просто каждый из них затрагивает разную аудиторию и разное количество людей. Сейчас проходит сбор заявок, правильно? До какого числа, с какого и что нужно знать, где регистрироваться, как правильно составить свой регистрационный лист, скажем так, подать свое заявление? Заявки мы принимаем с 19 сентября и вплоть до 8 ноября, включительно. Подать заявку очень просто. Достаточно зайти на сайт award.org.ua, там есть кнопочка «Подать заявку». И в Google форме, достаточно простая, с подробным описанием, подсказками, где, как, что надо заполнять, потратить буквально достаточно 5-7 минут для того, чтобы подать заявку. Единственный момент, что следует внимательно читать, о чем там необходимо писать. Допустим, если это цели и задачи, то необходимо написать о целях и задачах, а не в целом, что это за проект и чего вы хотите в конечном итоге сделать. Ну хорошо, с лавочками, например, цели и задачи какие могут быть? Давайте пример какой-то приведем. Пример сейчас приведу. У нас даже подался один из таких проектов, который лично мне запал. Он кажется сейчас трудно реализуемым, но в Европе он уже существует. Это создать единую медицинскую базу данных на всю Украину и все данные, чтобы в каждом пациенте хранились в облаке. То есть цель его... Такое уже практикуют во многих странах, да? И уже давно, по-моему, вплоть до генетических каких-то особенностей. В Украине этого нет. К сожалению, этого нет. И мы сталкиваемся с тем, что когда человек попадает в какую-то ситуацию, он либо в другом городе находится, ему необходимо медицинское, скажем так, вмешательство, помощь, и врачи очень часто не знают, ну, какие у него есть противопоказания, на что есть аллергия. А имея эту общую базу данных, они сразу же смогут быстро получить всю, скажем так, историю болезней. Такая интернет-карта... Я сама наблюдала такую картину в Эстонии, да? Недавно была, и рассказывать теперь очень много о том, как у них это все реализуется. И у них на таком облаке хранится информация не только медицинская, но и вот для того, что если тебе нужна няня, например, ты можешь туда дать объявление какое-то, либо если у тебя какие-то были нарушения, там, сел, где-то нарушил на машине, да, какие-то правила, у тебя все тоже вносится вот на это облако, и в любой точке мира ты можешь почитать информацию об определенном человеке. Это здорово. И вот как раз вот с таких вот проектов, когда они начинаются с общественных инициатив, общественных движений, в конечном итоге они выходят на более масштабный уровень, и специально для этого мы стараемся в качестве экспертов, партнеров, привлечь государственные структуры и бизнес-структуры, чтобы своеобразный такой триумвират сделать. С одной стороны, общественники, которые максимально быстро могут реагировать на любую проблему возникающую. С другой стороны, государство, которое с точки зрения законодательства, административных ресурсов может помогать развивать эту инициативу. И бизнес, который на первых порах способен будет поддерживать эти проекты и финансировать их развитие. Кого вы привлекаете из этих трех областей? Привлекаем всех. На данный момент мы заручились поддержкой Министерства молодежи и спорта Украины. У нас в качестве экспертов выступает это и Андрей Куликов, директор громадского радио, и маркетологи Дмитрий Джиджула, и интернет-маркетолог Максим Зубенко, и директор развития центра АХАЛАР, который непосредственно специализируется на социальных проектах. То есть мы стараемся собрать максимально разнообразную комиссию, скажем так, членов жюри, которые с разных точек зрения смогут это все оценить и выставить оценки. Эти члены жюри, они будут ознакомливаться со всеми проектами? Мы ведь понимаем, что их очень много. Если за короткий срок подали уже 100, да, вы говорили, 100 с чем-то заявок, то до ноября будет их еще больше. Я полагаю, что до полутысячи где-то, наверное, дойдет. Будут ли они все читать эти проекты, либо будет еще какой-то предварительный отбор? И будет, естественно, проходит предварительный отбор, потому что если проекты заполнены не полностью, либо же предоставлены не вполне корректные данные, как у нас может иногда происходить. И такое даже бывало, когда в проект, может быть, это неправильно рассказывать, но когда проект прям целиком и прямым текстом пишется. Купить фотоаппарат. Ну, купить фотоаппарат хорошо, но в чем социальность проекта? В чем вот покупка фотоаппарата сможет улучшиться? Зачем тебе фотоаппарат? Просто фотографировать дома цветы, да, например, или все-таки создавать социальную рекламу, фотографировать там урны какие-то, да, которые нужны, или как они выглядят где-то даже там за рубежом, пускай. И если вот просто написано, купить фотоаппарат без какого-либо объяснения, мы связываемся с автором, чтобы он либо внес коррективы и объяснил, в чем же социальность проекта. Если же этого не происходит, мы просто проект снимаем, и он даже не проходит. Так, есть ли возрастные ограничения? Потому что мне прям показалось, что заявку купить фотоаппарат подал какой-то мальчик лет десяти. Возрастных ограничений как таковых мы не ставим, потому что социальные проекты для того, чтобы ими заниматься, не обязательно достичь какого-то возраста. Обычно, да, у нас это происходит там лет с 16-15 люди начинают заниматься волонтерством и более уже, скажем так, осознанно и непосредственно ведут свои проекты. Это где-то около 20 и выше. Точно так же у нас нет и граничного возраста, потому что у нас подавали заявки люди, которым уже порядка 50-60 лет, но они стараются со своей стороны, как бы это правильно сказать, они столкнулись с этой проблемой, и решая свою собственную проблему, у них появляется социальный проект, благодаря которому они решают проблему многих других людей. Когда будет оглашение результатов? Когда члены ЧУРИ будут ознакомливаться с теми проектами, которые вы отберете предварительно, да, уже такие полные оформленные проекты? И, собственно, когда нужно будет узнать результаты? Как это будет происходить? Это будет большой фестиваль, это будет, может быть, какой-то конкурс прям вот с розыгрышами такими публичными, с выступлениями разных групп? Расскажите. Сама церемония награждения и итоговые результаты, кто же победил, кто какие места занял, будет только 9 декабря. Она будет проходить здесь, в Одессе. То есть месяц идет на обработку, правильно, всех? Да. Месяц идет на обработку, но эта обработка будет не только членами жюри, будет еще и параллельно проходить всеобщее интернет-голосование, где в том числе создатели проектов смогут презентовать свой проект через интернет-площадку на сайте для других, скажем так, групп и в целом для населения Украины, и за этот проект смогут проголосовать. И совместный балл экспертов и голосования и будет определять уже конечный результат, какой проект выходит вперед, какой не добирает достаточное количество баллов. Проходить это все будет 9 декабря здесь, в Одессе. Мы не хотим ни в какой другой город, в каком-либо другом городе проводить церемонию награждения, и мы привлекаем партнеров, которые смогут поддержать понравившиеся им проекты, потому что необязательно занять первое место для того, чтобы получить какую-либо поддержку, либо консультацию. Важна реализация, да? Да, важна реализация. Мы специально не ограничиваем в этом никого, потому что первое место, тот человек, который займет первое место, он уже автоматом получит достаточное количество и внимания, и поддержки, и консультации, и финансирования. А те проекты, которые подались, но могли не занять какое-то место, они могут быть хорошими, они могут быть интересными, полезными. Но из-за того, что они не наберут какое-то количество баллов, нельзя делать условия, что они не получат какой-либо поддержки. Поэтому мы для всех партнеров, экспертов, будут все открытые проекты, они смогут с ними ознакомиться и сказать, о, да, нам этот проект подходит. Этот проект подходит под принципы, политику нашей компании, мы готовы его поддерживать. Давайте к победе и к тем проектам, да, которые ждут своей реализации, возможно. Вот помимо поддержки, а какая-то финансовая наверняка тоже, да, есть финансовая и менеджмент, и... Мы не ставим во главу угла финансовую поддержку. У нас... Но для реализации она немаловажна. Мы принимаем заявки от тех проектов, которые уже были реализованы, и те проекты, которые уже реализуются. И не всегда, вот по собственному опыту, знаю, что далеко не всегда наличие денег гарантирует и предоставляет реализацию успешного проекта. Иногда достаточно хорошей, сложной командной работы, и действительно, как это говорится, пахать, пахать, еще раз пахать. Потому что могут дать деньги, а как их использовать, куда их правильно использовать? Просто спустить, ну... И если мы, опять же, ставим во главу угла деньги, то мы ничем тогда не отличаемся от других грантодателей, от фондов, которые точно так же это предоставляют. Какой же вы результат тогда видите? Результат мы видим, это собрать максимально большое количество проекта, собрать максимально большое количество людей в одном пространстве с одинаковыми ценностями, показать, что общественные проекты и общественная деятельность — это очень важно, это почетно, и что общественная деятельность в какой-то степени, и общественные активисты в какой-то степени являются даже, я не побоюсь этого слова, пятой властью в этой стране. Потому что они способны двигать социальные инициативы какие-то. Да, это может быть сложно, это может быть долго, но они являются тем движком и той искрой, которая способна зажечь. Я думаю, на этих прекрасных словах давайте еще раз напомним, где найти информацию, где можно зарегистрироваться и подать свою заявку, если есть желающие. Подавайте свою заявку на сайт awards.org.ua, читайте, там есть вся необходимая информация, есть почта, есть номера телефонов, связывайтесь, задавайте вопросы, и мы будем очень рады увидеть вашу заявку и предоставить ее на всеобщее обозрение. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю, в гостях у нас Артем Рудометкин, глава организационного комитета Social Project Awards. Спасибо большое еще раз. Это была программа «День на седьмом». Студия провела ее с вами Татьяна Милимко. Сегодня прозвучало очень красивое слово, которое хочется повторить. Водушевляйтесь и воодушевляйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова